14 секунд. Именно столько понадобилось саровским хоккеистам, чтобы забросить первую шайбу в матче с командой Сеченова. Встреча, результаты которой не влияли на распределение мест в турнирные таблицы, началась со стремительной атаки наших спортсменов. Еще одну шайбу они забросили через 5 минут. Потом снова гол в ворота гостей. На перерыв команды ушли со счетом 3-0. В первом периоде гости не смогли пробить защиту саровчан. В этот раз сеченовский клуб приехал не в полном составе. За команду гостей играло почти вдвое меньше спортсменов, чем у саровчан. По уважительным причинам, да, мы сегодня в очень высеченном составе приехали. Не то, что ряд ключевых игроков не было у нас сегодня в составе. Но, тем не менее, хочу поблагодарить ребят. Молодежь сегодня им предоставила, так сказать, возможность показать себя. Ответный гол сеченовцы смогли забить лишь в середине второго периода. Саровские спортсмены ответили серии атак. Практически вся вторая половина периода прошла у ворот гостей. Хоккеисты Сеченова не смогли выдержать натиск наших спортсменов. Саровчане забросили еще три шайбы, которые остались без ответа. Могу что сказать. Соперник может где-то сегодня чуть-чуть лояльно отнесется к нам, так как нас поменьше. Мне так показалось, за что им, конечно, спасибо большое. Лишь отдохнув в перерыве перед третьим периодом, сеченовские хоккеисты пробили защиту хозяев льда и забросили вторую шайбу в этой игре. Саровчане больше ошибок не допускали и бросили все силы на атаку. В результате в ворота гостей забросили еще три шайбы. Последняя оказалась в воротах соперника за 18 секунд до конца матча. Итоговый счет на табло 9-2. Можно было, конечно, сейчас здесь наругаться и было бы 20, но зачем обижать ребят. То есть они, спасибо им большое, что они хотя бы восьмером и то приезжают. Основные игры чемпионата области по хоккею высшей лиги завершились. Саровчане в этом сезоне набрали 23 очка и занимают четвертую строчку у турнирной таблицы. Теперь команды будут бороться за выход в финал. Вача играла вне зачета, она не попадает в плей-офф. И восьмая команда, на данный момент Турень, она вылетает. Остаются шесть команд. Второе и третье место автоматом идет в полуфинал. А четвертый седьмым, пятый и шестым разыгрывают выход в полуфинал. Первую игру в рамках плей-офф наши спортсмены проведут 22 февраля. На своем льду они примут команду Иссеченова. Вторая пара, которая скрестит клюшки в четверть в финале, хоккейный клуб Павлова и Борский кварц. Елена Грицкова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.